Сегодня у нас среда, сегодня у нас 14 августа. Друзья, 14 августа среда, меня зовут Макс Бит. Мы начинаем пояснить за крипту. Сегодняшняя программа специфична. Во-первых, мы начинаем в 4, а не в 7, как обычно. Есть на то причины, соответственно. Как всегда, у нас всегда есть причины. А второе, это то, что гость сегодня особенный. Гость особенный, потому что если вбить просто имя и фамилию этого человека в интернете, то выйдет очень много информации. Соответственно, мы сейчас расспросим, спросим и узнаем, что из этого да, а что из этого нет. В гостях у нас сегодня Павел Врублевский, российский предприниматель, биткоин-теоретик. Как он просил, вот так вот. Павел, привет, рад тебя видеть. Да, 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 всем добрый день. Павел, давай начнем для того, чтобы хоть как-то обозначить, что да, что нет. В двух словах про себя. Не всю историю, потому что я прочитал всю и много. Ну, российский предприниматель, основатель компании Хронопей, платежный, искатель приключений, к примеру, исследовал подземелья Лефортова. И один из немногих, кто оттуда вернулся. Навлекаюсь электронной коммерцией, навлекаюсь гриптотехнологиями. Ну, в общем-то, что больше сказать. Окей, давай по частям. Ты по образованию связан со всей этой историей или нет? С электронными платежами, с критикой? Есть что-то в бэкграунде? Или ты заразился вот буквально недавно? В целом есть, правда, не слишком революции. Это travel и это собственно luxury, то есть покупки всевозможного там дорогой ерундой. А в интернете сегмент luxury, который составляет на улице 30%, отсутствует. Он отсутствует, потому что в интернете люди боятся платить большие суммы по визе, по мастер-карту. За всю вот нашу свою карьеру я видел платежи по 50, по 70 тысяч долларов за раз в банковской карточке в пользу форума. Это предел того, что я видел. То есть карточные технологии, которые захватили собственно средние и малые транзакции, они абсолютно оказались неприменимы в интернете для крупных транзакций. Как раз биткоин туда прорывается тем же путем, которым прорывался виза и мастер-карт в обычную торговлю, потому что всегда заход проходит, к сожалению, через какие-то нелегальные моменты. Виза и мастер-карт захватили в свое время мир, об этом все знают, об этом все пишут, об этом все смеются. Через что? Через казино, через порнографию, которая захватывала интернет. А биткоин захватывает рынок крупной транзакции через обнал, конверт, транзит. Происходит та самая история. Для обнал, конверта и транзита биткоин необыкновенно удобен. И он просто, как сказать, эволюционным путем люди на него переходят в этом плане. То же самое будет и в будущем, только в большей степени, когда начнут использоваться для этих же вещей более продуманные штоки. Условно говоря, тот же самый эфир, в котором уже есть смарт-контракты и дальнейшее развитие – это же самое идее. История на сторону крупной транзакции. В основном у всех едет крыша, извиняюсь за выражение, в попытках все-таки впихнуть биткоин в риал-тайм продажи книжечек. Это бесполезно, это движение не туда. Двигаться нужно в сторону того, чтобы крупные транзакции, только легальные, они не легальные, тащить через крипту. Это будет работать. Не знаю, дома продавать, акции, предприятия. Там это будет иметь огромный смысл. Примерно так я представляю эту ситуацию, грубо говоря. Пока мне неизвестно… Ты же говоришь, что у альтов тоже есть будущее, соответственно, как только проекты задвигаются, то альты вообще про мелкие транзакции? Нет, ну почему? Альты тоже разные говорят. Отличие альтов, основное от биткоин состоит в том, что в альтах все-таки, большая часть из них, она направлена на единство здравой мысли, которая с тех пор пока что появлялась, но это, собственно, смарт-контракт. Вот туда основное движение мыслей идет. И, собственно, смарт-контракты, они являются прогрессом по отношению просто к биткоингу. Ну вот, как сказать… Но есть сейчас история мимбл-вимбл, вся история про приватность, вся история про анонимность и так далее. То есть, чтобы ты спрятался, чтобы ты не показал, чтобы тебе принадлежало то, что тебе принадлежит. Пройдет эта история, нет? Это этот год, кстати. Этот год он посвящен мимбл-вимблу, так называем. Всегда где-то будет проходить, потому что всегда кто-то где-то будет прятать. Так хорошо, чтобы остальные не нашли. То есть, но не спрячут от своих. Хотя спрятать американцы, скажем так, грубо говоря, от остальных, или китайцев от остальных, они, безусловно, спрячут и, условно говоря, нашим контролирующим органам, ну, не знаю, европейским, будет ни черта не понятно, но они не справятся. Просто потому что технологически эти две страны сильно сильнее. Но внутри своих стран спрятаться от регуляторов, собственно, конечно, они не смогут. Ну, то есть, думаю, что вот так. Но потом это всегда все равно приходит к тому, что все тайны в какой-то степени становятся явными. То есть, обойти регуляторную, выйти в здоровый, красивый мир, как бы анонимности, но вот эта история, она не про это. Она так не срастется. Утопично? Утопично по определенной причине, по причине наличия ядерного оружия. Как это не смешно. Ну, давай, раскручивай, там много, у меня в голове много мыслей. Уточняй. Ну, понимаете, в чем дело? Базисом вообще всего, что происходит с криптой, не с криптой, неважно с чем, с регулятивными вещами являются, являются, ну, скажем так, те находки исторические, как бы научные, которые уже были и есть. К примеру, в мире существует, ну, не миллиард, там, не знаю, там, тысячи экономических школ различных. Но все экономические школы мира, если не ошибаюсь, я не экономист, они все основываются на древнем старом дедушке Марксе. Есть некие постулаты, которые придумал еще дедушка Маркс, которые, как бы, никто не опровергнул. Там, что-то придумал Ньютон, это невозможно. Короче, колесо, если круглое, то оно круглое. Вот, существует базисный постулат, суть которого состоит в том, что причиной любой войны, абсолютно любой, всегда является экономический кризис. То есть, что это следующее базисное постулат в том, что экономический кризис является следствием перепроизводства кризиса. Единственным методом борьбы с кризисами перепроизводства является, опять же, конкуренция. Все вот эти, на данное настоящее время, по крайней мере, там, кроме некоторых новых модных лечений, пока что все вот эти вещи, они не опровергнуты. А основным врагом, откуда появляются все вот эти вот вопли государства, государственные, там, друг друга поддерживают, там, прыгают, ну, так сказать, как бы каждый по-своему, там, борется с коррупцией и так далее, потому что основной проблемой для конкуренции является коррупция. Коррупция уничтожает конкуренцию, неважно, в какой стране, в России, в Зимбабве, или в США, в которой тоже, в общем-то, коррупция новая. Нет, я буду кое-что у вас попить. Да-да-да-да, да. Друзья, пока у нас секундная пауза, оставляйте, пожалуйста, свои вопросы и комментарии в телеграм-канале, который называется «Форк-шоу», «Форк-шоу», вернее. У нас есть «ФБ», «Форк-шоу-клайф». Ну и, конечно же, здесь я в какой-то момент к ним приду и позадаю вопросы. Давайте продолжим. Да. Так вот, значит, еще раз, мы пришли к простой еще вещи. О том, что основным врагом конкуренции является коррупция. В любой форме коррупция, неважно какой, но чем меньше коррупция, тем выше конкуренция. Чем выше конкуренция, тем дольше ты находишься от момента следующего кризиса перепроизводства. Мы живем на планете, которая нагружена ядерным оружием. 30 лет назад люди обсуждали то, что следующую войну планета может попросту не пережить. Вот это является та причина, которая двигает к действительности регуляторы. Не глупыми чиновниками, которые, грубо говоря, сидят на местах, думают, куда поставить запятую. Ну так устроена вся планета. А теми людьми, кто ситуативно пришли к управлению, кто понимает всю полностью эту картину целиком. И они понимают, что с коррупцией нужно, грубо говоря, действительно бороться именно по этой причине, не по какой-либо еще. Так где же причинно-следственная связь? Я их все равно не понимаю. То есть, окей, это страх перед ядерной войной, перед тем, что тебя ударят первым, или с тем, что ты не сможешь ответить. Где момент? Все очень просто. Если ты не способен в какой-то конкретной взятой точке, если ты не способен в ней поддерживать определенный уровень коррупционности, то эта страна неминуемо сваливается, собственно, в экономический кризис. А экономический кризис неминуемо сваливает ее, в свою очередь, к войне. Окей. Соответственно, в тех странах, в которых действительно есть ядерное оружие, в которых есть ядерный потенциал, подобное является, ну, в общем-то, критично опасным для планеты. Одним из основных способов контроля над тем, чтобы, собственно, коррупции не было, ну, как бы, это, собственно, ну, маниакальный контроль финансовых потоков. Вот в нашей стране, к примеру, ты до сих пор не обязан объяснять, откуда у тебя взялись деньги. Из недавних примеров, я был, как бы, смешно очень, я был у оперативника МВД, давал показания по будущему уголовному делу. У меня там коллегу обманули, ну, просто мошенники, ну, вот, украли, как бы, 3 миллиона долларов США. И не вернули, ну, вот, ну, соответственно, естественно, как бы, там, пишется заявление, ну, вот, там, и так далее. Вот сидит молодой оперативник, ну, вот, он читает, как бы, заявление, тут с удивлением понимает, что у моего коллеги, у которого, собственно, украли 3 миллиона долларов США, что на момент того, когда он эти 3 миллиона долларов дал, ему было 27 лет, или 25. И он разворачивается с ними, так внимательно смотрит и говорит, извините, а вот, собственно, вот тот, тот, он, собственно, откуда деньги взял? Я говорю, заработал. И все, говорю, заработал, вы пишите, делайте свою работу, ну, вот, потому что у нас в стране не существует, вот, реально поставленный вопрос, вот, если бы я так сказал в США, заработал, ну, вот, как бы, то... Ты бы даже не успел, как сказать, есть вероятность. Что еще раз? Ты бы даже не успел, как сказать, есть вероятность. Я бы подумал, уже бы что-нибудь бы случилось. Да. А мой, собственно, как бы, друг и коллега, он, вряд ли, успел бы заработать. То есть, понимаете, какая ситуация? Поэтому тут момент, как бы, такой, что, как бы, ну, в общем-то... Сейчас, секундочку. То есть, момент такой, как бы, что, грубо говоря, как бы, вот именно с этими... Именно с этими вещами, как бы, и более, как бы, регуляторы финансовые, которые, в общем-то, стараются очень, как бы, идут общие дороги по ограничению именно всего, что связано с финансами. Вот почему из этого выйти нельзя. Из этого выйти нельзя не потому, что... Как в широких СМИ об этом пишут, ну, вот, грубо говоря, там, не знаю, там, что-то там с чем-то или еще просто какой-то, ну, бессвязный бред. Нет, из этого нельзя выйти, потому что, если эту ситуацию не контролировать, рано или поздно будет война в определенных странах. Ты считаешь, давай так, давай так, ты считаешь... А? Это не я считаю. Ты согласен с тем, кто считает так, давай так скажем, что, в принципе, государственный строй, как таковой, построен на том, чтобы удержать внутреннее настроение внутри государства к тому, чтобы оно не привело к каким-то страшным, пагубным действиям для всего мирового сообщества. Ну, скорее, там немножко по-другому. Мне представляется, что любое государство сверху, оно озабочено безопасностью, как бы, себя. Ну, вот, как бы, то есть, ну, грубо говоря, безопасность себя, она и подразумевает... Себя или своих граждан? Ну, вы понимаете, все же люди. То есть, каждый выходит, как бы, ну, я всегда говорил о том, что самые лучшие, как бы, письма, обращения, заявления, они всегда должны делаться в пользу бабушек. Ну, когда ты обращаешься в пользу бабушек, ну, вот, как бы, однозначно, правда, на твоей стороне. Любой государственный муж, ну, вот, он не может думать, конечно же, о себе, о любимом. Он думает исключительно, как бы, о благе своего народа, как бы, в своем себе это его роль, это та роль, как бы, да, вот, геймификация, в которой он находится. Но в действительности все мы люди, как бы, у нас есть, как бы, инстинкт самосохранения. Чем выше, как бы, определенные люди, как бы, попадают, тем сильнее, тем мощнее, как бы, идет конкурентная борьба вокруг них, тем тяжелее им сохранять, как бы, ту позицию, ту безопасность, которая лично, в которой они находятся. Поэтому они всегда, мне кажется, их личная гонка, она больше связана, банально, вообще с личной безопасностью самих себя. Но частью этой гонки, собственно, является, как бы, тот факт, что они удерживают ситуацию в том виде, в котором, как бы, она не скатится в войну. Потому что, когда, ну, представьте себе, стоит 256 человек, условно говоря, 246, сколько там стран у нас, как бы, на планете. Там, условно, там 150 из них, это просто, вот, ну, там, не пойми кто, ну, вот, у них оружия нет, ну, вот, у них, там, дубинки и палки в руках, ну, вот, они, мнение, в принципе, никого не интересуют по таким глобальным вещам. Ну, как бы, там, что у них происходит, ну, вот, как бы, у них в руках палка, что с ним разговаривают, ну, вот, как бы. Ну, вот, осталось, там, допустим, как бы, небольшая тусовка, там, условно, там, на 20 человек. Ну, как бы, у каждого, такой большой тусовки из 20 человек есть пистолет в руке. Так, вот, вам аналогию, ну, вот, как бы. И 19 человек подходит 20, ну, я говорю, там, уважаемый, если ты не справишься с тем, что происходит вокруг тебя в данный момент, то, наверное, как бы, варианты два. Либо вместо тебя кому-то еще, там, пистолет, либо пистолет у тебя заберут. Потому что, иначе ты попадешь сейчас в такой ситуации, ну, не справишься там со своей тягой выпить, вот, может быть, ты пьешь еще много. Потому что сейчас, если ты не прекратишь пить, ну, вот, как бы, там, употреблять алкоголь, ну, если не сегодня, то завтра ты начнешь стрелять по нам. Мы начнем стрелять друг по другу все вместе, ну, вот, как бы, все вместе погибнем. То есть у нас выбора нет, кроме как-либо пистолет у тебя забрать и отдать кому-то, то есть твоих коллег, ну, вот, как бы, либо, грубо говоря, так сказать, как-то еще. Как это было в моем одном из любимейших рассказов Альфа Ван Бокта «Чудовище», «Великий рассказ». Вот у него была там фраза, там, что, когда там инопланетяне, как бы, сказали, как представители человеческой нации, что, как вы смеете, там, думать, ограничить, как бы, наше развитие и наши планы по захвату Вселенной и по размножению, как бы, им человек ответил, что если вы не можете ограничить свое размножение, значит, за вас это сделаем мы. Здесь ситуация, как бы, примерно та же самая, то есть, как бы, если не получается внутри ограничить эту ситуацию, тогда либо за тебя придут и сделают, ну, либо иначе действительно случится то, чего все боятся больше всего. Ну, либо произойдет та же история, подожди, ну, либо произойдет та же история, которую мы наблюдаем с Северной Кореей, когда никто пистолет отобрать не может и никому его передать в руки другому тоже не могут. И, соответственно, есть зависшая ситуация, в которой, опять же, те же самые биткоин, криптовалюты и так далее, выходят на передний план и напередавиться. Вы знаете, я всегда, вот тут все очень просто, относительно просто, мне кажется, это, так сказать, не то, что не могут, такого не бывает. Не хотят. Ну, раз не забирают, значит, есть почему не забирать. Понимаете, это как старый вот анекдот, не знаю, так сказать, про неуловимого ковбой Джон. То есть, ну, как бы, очевидно, совершенно, как бы, то есть, так сказать, что по какой-то причине не хотят. Ну, значит, не хотят, ну, вот, как бы, то есть, ну, значит, есть почему не хотеть. Ну, много где чего кто не хочет, ну, вот, хотя номинально хочет. Нельзя мир воспринимать исключительно, как бы, по... Сейчас-то секундочку номинально перейду. Исключительно по СМИ, ну, как бы, то есть, понимаете, вот, кстати, между прочим, пока мы с вами общаемся, вы меня слышите? Да-да, конечно, я слышу отлично. Читаю новость по банковским каналам, что с 18 октября 2019 года Мастеркард выпускает релиз о дополнительной идентификации транзакций по покупке хриптовалюты высокорискованных ценных бумаг путем проставления специальных маркеров только для таких-то МССИКодов. Другими словами, с 18 октября 2019 года можете идти новость писать, Мастеркард меняет правила по транзакциям по крипте в России, и тот, кто будет покупать крипту, уже не сможет этого сделать. Не сможет, или она будет, или эта транзакция просто будет маркирована, и у них где-то там записано. Это крипта? Это вот на меня немножко вспоминает, вот каждое новое подобное правило регулятора, мастера ревиза, это примерно как у Дублса Адамса, ну вот как бы, а почему вы не слетали на Альфа-Центавру и не проверили, как бы, что вашу планету сносит? Ну вот, объявление же висело 4 года назад. Новость о том, что вот такая транзакция будет помещаться таким-то маркером, который вы должны сделать, как правило, к этому прилагается еще маленькая ленинская библиотека правила, которые надо выполнить, которые, как бы, ну, физически способны выполнить, возможно, Банков Америка, и то, если где-то возьмет займ. Ну вот, как бы, то есть, ну, или как амнистия, вот то, что очень любят наши, как бы, заключенные, на тему чего шутить, амнистия, вот у нас постоянно обняются амнистия, очень любят, то есть амнистия, там, для беременных мужчин, старше 63-х, имевших боевые награды, ну вот, ну, их всех отпустить немедленно, вот, как бы, то есть. Боевые награды 1812 года. Павел, значит, давай потихоньку, в принципе, позицию твою по битку понятно. Понятно не только по битку, но и вообще по сегодняшнему мировоззанию, на мой взгляд. Опять же, будут вопросы, их зададут. Давай перейдем к ситуации в России. Ты в той ситуации, в которой ты побывал, я так понимаю, что тебе пришлось разобраться с различными воинами кланов, воинами структур и так далее. Что происходит сегодня с битком и с криптой? Это какая-то внутренняя война каких-то ведомств? Это внутренняя война каких-то групп людей или просто какой-то ступор? Еще раз, что происходит с чем? Что происходит с законодательной базой по криптовалютам и битком? А, я понял вопрос. То есть, есть подозрение, что есть группа некоторые, которые между собой в не очень хороших отношениях. И у них, как бы, задача подмять под себя сейчас систему, когда она только на старте. Или это так кажется? Ну, это так, но в какой-то степени да и нет, это так кажется. То есть, ну, давайте скажем так. Ребят в погонах в крипте полно. Причем во всех погонах. Майнят. Что еще раз? Майнят. Все. То есть, как бы, вот, ребят в погонах в крипте полно. Во всех тех проявлениях, в которых есть ли та, во всех этих проявлениях есть люди в погонах. Причем во всех, возможно, в погонах. Окей. И с тем, сказать, что существуют какие-то силовые кланы, мне известные, допустим, которые бы находились в каком-то конфликтной ситуации вокруг, как бы крипты тащили бы разные повестки дня, такого нет. Есть немножко другая история, ну, так, если к ней присматриваться, я просто глубоко не присматривался, глубоко не присматривался, потому что это сравнительно очевидно. А это вот эффект выслуживания, то есть, как вам объяснить, ну, как бы, то есть, люди ловят хайп, на основе хайпа что-то пишут, ну, вот, вместе со своими, там, условно говоря, там, коллегами, друзьями, но вот, идут и тащат этот хайп наверх, чтобы что-то где-то как-то показать. В других видео ловят хайп и пишут другого что-то, ну, вот, как бы, тоже пытаются что-то показать, ну, вот, как бы, то есть, ну, вот, это слабо контролируемый, слабо понятный для всех процесс, в котором каждый, ну, вот, старается как можно для того, чтобы получить какое-то место под солнцем, ну, вот, как бы, тем более, что хайп еще первоначальный ICOшный, ну, вот, и криптобиржа, он очень сильно разогрел тему с точки зрения наличия в ней денег, а вы понимаете, в нашей стране, как бы, экономический кризис все-таки в определенной степени присутствует, но, вот, как бы, наличие денег, это, сильнейший мотиватор, это страшный мотиватор, ну, то есть, прямо скажем, и он заставляет людей вот так себя, как бы, не совсем, как бы, адекватно, вот, не совсем, как бы, может быть, вдумчиво вести. Это происходит не только в крипте, чтобы вы понимали, но сейчас, например, Центробанк вместе с целым рядом ведомств выпускает на ура 3755 правила по платежным системам. Кстати, да, здесь еще один момент, тоже надо, который объяснить. Сейчас объясню. И когда они их выпускают, часть вещей, которые они пишут, они понятны, они разумны, они абсолютно обоснованы, но ясны, зачем. Ну, до конца. Еще хотят добиться, тоже понятно. Ну, вот, допустим, когда Мастеркард перекрывает возможность покупки крипты, то, что прочитал, я там, взаимосвязь с законом, я понимаю, почему, потому что при помощи крипты моют бабки. А ты думаешь, реально много моют? А их реально много моют, потому что очень сложно из страны из рубля выгнать, как бы, вне рубля. Существуют, как сказать, существуют понятные, ясные, абсолютно понятные, абсолютно ясные противоречия между определенными социальными пластами с большими средствами, из-за которых возникают такие ситуации. Ну, простые примеры. Россия забита фрилансерами, которые что-то делают в интернете. Рисуют сайты, работают фэб-мастерами, ну, в общем, я не знаю, все, что угодно, выпускают журналы. Уже все, да, уже, можно сказать, все делают. Все делают. Для них придуман, условно, ну, они же не платят налоги, для них придуман, как бы, условный режим самозанятых. Он вот буквально на словах есть, в проработке есть, но больше нихрена нет. Соответственно, вся эта гигантская армия, ей нужно как-то получать деньги. Что, она вся является уклонистом от налогов, что ли? Ну, формально говоря, да, их что, всех в тюрьму сажать надо, тюрем не хватит. Соответственно, как бы, как и сажатели. Соответственно, возникает проблема, что каким-то образом, ну, как бы, с ними нужно рассчитываться. Очень много расчетов там происходит тоже в крипте, ну, для того, чтобы получить эту крипту, ну, вот, как бы, российские майнеры в таком количестве не производят. Криптон надо покупать за рубежом. Все, что производят российские майнеры, ну, вот, мне кажется, пылесосит, ну, как бы, наши китайские рынки. Они прям, как бы, как... У меня были они знакомые, которые занимались обменным пунктом по крипте, ну, у меня в какой-то момент сложилось впечатление, ну, вот, как бы, что китайцы, они пылесосят даже 0,01 битка, причем в любое время суток. Ну, вот, как бы, то есть, как бы, грубо говоря, в три ночи тебе в голову придет продать 0,01 битка, у тебя моментально рисуется специальный обычный китайец, который его заберет, ну, вот, вяжливо скажет большое спасибо, ну, вот, если он курс устроит и уйдет вместе с ним. Пылесосит просто все. Ну, понятно, потому что не гигантский товар, а поток, как бы, гигантского размера товара, оборот, как бы, с нами, но вот, и у них та же самая проблема, каким образом отсюда, как бы, собственно, средства наличные перетаскивают, как бы, через границу. Здесь есть еще более, тонкие, более сложные вещи, как бы, потому что есть еще такой момент, что, в принципе, неконтролируемые большие потоки представляют угрозу для государственной власти любой страны. Ну, потому что любая революционная активность, любая революционная деятельность, она начинается, как бы, собственно, с финансирования. Без финансирования не бывает революции. Это тоже, как бы, ну, такой общеизвестный факт. Почему, собственно, пострадал там тот же самый БТСИ вместе с Винником? Я хотел отдельно поговорить. Давай уже, если ты затронул это, какая твоя позиция? Что ты думаешь? Почему это так закончилось? И чем не закончилось ли это вообще? Потому что Китай, если короткий вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Потому что Китай. Потому что у Китая очень хорошо работают. Это не видно, это не слышно, как и должно быть. То есть у нас, я не хочу никого критиковать, но у нас обычно выходит 15 валебных статей о том, что наши там органы там просто превзошли себя, проведя мега там, я не знаю, что, как и где, но вот и на бакискапе спустились. Как бы на самом-то деле оно так не должно быть. Оно вообще ничего не должно быть. Оно все должно быть незаметно, тихо и неслышно. Вот у Китая оно работает именно так. И у меня лично сложилось впечатление, когда я изучал эту историю, что одной из вещей, на которую никто не обратил внимания, она всегда там присутствовала, это, собственно, то, что фактически через эту площадку гонялись огромные средства в Китай. И, естественно, Китай не мог позволить для того, чтобы существовал неконтролируемый или контролируемый, там, неважно, вообще в принципе такой огромный поток себе в страну. Потому что если такой поток существует, то послезавтра страну можно потерять. Ну, подожди, но при этом Китая на этой картинке в конечном итоге сейчас не видно, когда вроде бы все ключи у него, вроде бы что-то осталось, вроде бы что-то есть. Там Америка. Китая не должно быть видно, потому что так и должно быть при профессиональной работе. Ну, так и должно быть. Там ничего нет? Ты думаешь, все закончилось? Все, пузырь сдует? Я думаю, что BTC уничтожили, потому что это был конкретно совершенно поток в Китай. Ну, вот, собственно, поток денежный, направленный в Китай, их уничтожили именно за это. В предыдущий раз этот поток, собственно, как бы до существования крипты, в предыдущий раз этот поток существовал в виде рынка чертизон гигантского. Помним его историю. И вот тоже почему-то, как бы, совпали так странно звезды, но вот, как бы, что тоже ничего не осталось. Потому что определенные, как бы, страны, как бы, они, ну, не допускают создания к себе, как бы, ручеек разрешают, видимо, а потоки не разрешают, как бы, то есть, потому что поток представляет из себя угрозу. Точно так же в нашей стране, я как-то встречался с благотворительными обществами, и был немало поражен, потому что женщина, которая начала со мной общаться с благотворительным обществом, вот она убрала очень аккуратно, телефон и спрятала. Я говорю, девушка, я немножко не понимаю, почему вы телефон прячете? Потому что есть что-то скрывать. И она так совершенно спокойно, как бы, объясняет, что, да, вы знаете, Павел за нами просто очень пристально смотрит. Я просто никогда этого не знал, а у меня пристально смотрит. Почему? Ну, вот так вот, да, вот органы безопасности за нами смотрят. Ну, Павел, если ты посмотришь в интернете, как пишут, что ты крипто, не крипто, а у меня все крипто, понимаешь? Что ты киберпреступник номер один, а я знал еще несколько, которых так называли, честно сказать. Соответственно, это отпугивает девушку из благотворительного общества. Нас нет, девушку, видимо, да. Начитались, начитались, я думаю, начитались. Не знаю, вместе с девушкой был очень странный голландец, которого потом, я думаю, не могли избавиться. Поэтому я сомневаюсь, что я могу отпугнуть, как бы, эту девушку. Просто она брала телефон, как бы, с совершенно привычным движением человек, который привычно убирает телефон. Ну, как у меня был ряд знакомых предпринимателей, таких с легким флером авантюризма. Ну, вот у них всегда был с собой привычный 10 телефонов. Ну, то есть нормальная история. Человек, с ним 10 телефонов. Ну, вот он так чувствует себя комфортно, наверное. Ну, это нормально. Ну, вот у нее тоже настолько привычным движением как бы это сделало это действие, что было понятно, что она совершенно в этом, ну, так сказать, это ее, ну, это нормальный образ жизни для нее. Ну, ты выбирай телефон, ну, так сказать, она привыкла к этому. То есть она привыкла, как бы, отмерять каждую фразу, так сказать, медленно, спокойно. Она привыкла обращать внимание на окружение. Понимаете? Ну, поэтому тут, так сказать, возвращаясь к вопросу, как бы, контролируются финансовые потоки всегда. И будут контролироваться, потому что финансовые потоки представляют из себя, во-первых, угрозу для, просто для резких каких-то вещей, для смены власти и так далее и тому подобное. Ну, а кроме этого, как бы, то есть, если выбирать эти риски, которые все же, на мой взгляд, в современном обществе даже менее важны. Более серьезный риск, более глобальный, более страшный риск, он именно состоит в том, что при отсутствии должного контроля за финансовыми потоками, при отсутствии должной дисциплины в этом вопросе, дисциплина, которая достала всех вот посюда. То есть, эту дисциплину все ненавидят, люди ненавидят банки, клиенты ненавидят банки, банкиры ненавидят банки. Ну, вот в любой стране мира причем. Люди, как бы, на демонстрации выходят из-за этого, как бы, повышенного контроля, ну, потому что, то, что это невыносимо. То есть, это реально невыносимо, как бы, то есть, я... Ты прям стремишься к следующему моему вопросу по поводу невыносимости и изоляции внутренней. Это привод к внутренней изоляции? Нет, подождите, давайте закончу мысль. То есть, люди во всем мире, в прогрессивном мире, на самом деле, ну, то, что я вот слышу, вижу, как бы, как правило, вот они в каком-то смысле слова ненавидят банки. Вот как в детстве мне всегда казалось, что человек должен быть особенным человеком, чтобы пойти работать учительницей в школе. Или, допустим, милиционером, это вот для того, что-то вот сходное. Вот просто нормальный парень, он не проснется с мыслью, я пойду-ка я работать учителем, вот и мучить детей. Это вот ненормальный, это вот надо какого-то садизм дойти внутридеть. Вот и милиционер тоже не как бы, ну, в нашей стране, по крайней мере. То есть, там, я могу себе представить, что там в солнечной Норвегии, ты проснешься, там, у тебя будет мысль в голове, я хочу, там, бороться, там, с преступностью. В нашей стране ты не проснешься с этой мыслью, что я пойду работать милиционером, когда парень, по крайней мере, молодой, да? Ну, ты помнишь, в нашем-то с тобой детстве пожарник, милиционер и космонавт, других вариантов-то и не было. Ну, что-то вроде. В общем, смысл в том, что, понимаете, как бы, то есть, смысл в том, что, как сказать, вот эта вот ненависть к банкам в данный момент, ну, вот, как бы, к банковской индустрии из-за их перерегулированности достала абсолютно всех, ну, вот, как бы, но никто ничего с этим не может поделать, никто не понимает, почему так эти гайки ухудшаются с каждым днем, все больше и больше выходят новые формуляры, новые тонны правила, вы это объясните, а вы то объясните. Иногда эти правила, когда они нагромождаются одно на другое, они начинают сбоить чудовищно. Ну, слушайте, у меня была великолепная совершенно история, просто великолепная история. У меня банк ОТП потребовал обосновать платеж в кофеманию. Я с клиентом пошел в кофеманию покушать, ну, вот, как бы, клиент, как бы, супруг, захотел выпить шампанского, ну, как бы, это такая вот, ну, честно, когда скажу, он говорит, все, могу понять, как бы, но я же, все-таки, как бы, не Тинькофф, ну, вот, как бы, и мой клиент, он тоже не Тинькофф, ну, вот, как бы, и вот. Мы простые парни, мы стараемся в кофемании не пить шампанское, вот, то есть, ну, по крайней мере, на обычной клиентской встрече, ну, да, потому что попить шампанское в кофемании, как бы, ну, это попить, ну, не знаю, там, тысяча-сорок рублей, наверное, ну, ну, захотелось человеку, ну, выпила шампанское, ну, как бы, вот, собственно, напила его. Ну, два дня позже, ну, вот, у меня заблокирована карта. Объясните, пожалуйста, ваше снятие денег наличных здесь и ваш счет в кофемании. Ну, я, собственно, готовлю вот документы, ну, вот, объясняю, вот, наличные деньги снимал, наличные нужды. Такой вопрос, а какие нужды? Что, трусы покупал, предъявись? Говорит, нет, спасибо, теперь давайте с кофемани. Чек отправил, не помогло. Я сел, написал письмо публично, Андрею Леонидовичу, по-моему, ко мне, Костину, ну, что, уважаемый, как бы, да, Костин, вот, когда я полтора миллиона долларов потратил, как бы, на Лигу ВТБ, то, как бы, я же, как бы, не предполагал, что через пять лет, как бы, у меня будут, как бы, спрашивают, как бы, за кофеманию. Как бы, ну, то есть, это, как бы, ненормально немного, но, как бы, что это не то же самое, что героин на улице покупает, там, я не знаю, там, или оружие. После этого письма, в тот же день, по решению руководителя. На минуточку. Руководителя финмониторинга группы ВТБ, я, да, не знаю, сколько звезд на этих погонах, карта была разблокирована. Первое, что я сделал, с хохотом, я позвонил в отделение, сказал, я знаю, почему. Они говорят, почему, я говорю, кофемания подтвердила, уверен, скорее всего, кофемании подтвердили, что правда был, правда он. Правда платил, ну, вот, как бы, то есть, ну, конечно, это бред и чушь, она всех, как бы, вымораживает, извиняюсь за русский. Ну, ты можешь тестировать систему, еще раз пронить пофеманию и заказать шампанску, и посмотрим, или тебя опять закроют. Тут никогда невозможно предугадать, это все знают, ну, вот, как бы, и, к сожалению, как бы, то есть, такая ситуация, как бы, абсолютно непредсказуемая, но, как бы, и, но, повторюсь, то есть, вернусь к вопросу, это не только в России, абсолютно точно не только в России. Это происходит в Европе, это происходит в Америке, Америка-то очень давно происходит, и они там, в общем-то, вовы, по этому поводу в Европе, чуть менее давно, но смысл сводится к тому же. Как говорят, что 80% сотрудников банка об этом говорили еще 7 назад, это, собственно, его комплайнс. Как только-то экономически ложится на заработок банк, это же тоже полный бред, вот, как на 80% цены понтельный правильный шампунь, это его реклама. Вот, вы представляете, что банк зарабатывает деньги на раздачу кредитов, по сути, на, вот, там, инвестиции куда-то, как бы, кредитские деньги, да, вот, у банка себестоимость своя, это 80%, это, ну, я не буду там ругаться плохими словами, потому что, вообще-то, они хорошие, приятные люди сами по себе, но это люди, которые занимаются ничем другим, кроме как пишут бумагу. Ну, вот, то есть, как бы, огромную тонну бумаги, которую, вот, так сказать, на каждую копейку, там, ее проверяя под лупой. Но, повторюсь, у этого, при том, что это чудовищно неприятно и тяжело, надо понимать, что это абсолютно, к сожалению, необходимо. То есть, блокчейн отпустить это невозможно, будем все равно пытаться писать на бумагах. Да не выйдет ничего, вот в этом плане ничего не выйдет, потому что смысл составит. То, понимаете, блокчейн блокчейн, тут ситуация очень простая. Будет результат, что будет меньше коррупции. Люди очень простые, как бы, рыбы в каких-то отношениях. Рыба ищет людей глубже, вот, и вы понимаете, вот, если у людей есть возможность кому-то дать на лапу и заработать, они дадут на лапу и заработают. Если только не будет работать глобальная система, что в таком случае эту лапу отрежут. Но это невозможно сделать, например, в крупных странах вообще. Ну, как бы, то есть, в малых странах, там, условно, опять же, там, на Норвегии, Швейцарии, Синкапуре, элементарно побороть, как бы, коррупцию, потому что страны маленькие, легко контролируемые. В огромных странах, как бы, как Россия, ну, там, Америка та же самая, в Америке просто пиар очень хорошая, в отличие от нашей. Побороть, там, коррупцию, вот, путем того, что, там, пять раз отрезали руку, больше никто не берет, такого не бывает. Вот, как бы, то есть, люди могут, как бы, взять, они берут, вот, как бы, если люди могут дать, они дают. Ну, как мы знаем, есть маленькие страны, просто нужно, дают не на том уровне, дают там, где вообще повыше. И, как ты знаешь, особенно с Сингапуром, с Южной Кореей, где каждый президент присел, ну, Южная Корея, там каждый президент за одно и то же садится. Ну, может быть, он был уже заранее заготовлен, чтобы садиться? Ну, это, это как, но там другой, видимо, заготовки не существует раз и раз подряд. Как бы, то есть, тоже же люди же не дураки, но, как бы, то есть, давайте к этому моменту, если возвращаясь к чему, что я пытаюсь сказать, что, я пытаюсь сказать, что контролирование, вот, собственно, этих финпотоков, это, оно, к сожалению, к огромному, оно совершенно неизбежно, действительно нужно. К огромному, к сожалению, оно еще и накладывается на максимально расслабленный период в жизни человечества на историческом отрезке. Вы же понимаете, что если бы наших, там, дедушек, условно говоря, там, или пап, в общем, неважно, с какой стороны, вот, собственно, вот, рассказали вот такую-то проблему, что, вот, мы, вот, нам вот тяжело жить, потому что нас бумажками замучили, они бы это встретили, как бы, ну, хорошим гомерическим хохотом, ну, вот, как бы, то есть, потому что, ну, так сказать, не застрелили уже хорошо, уже не было что-то. Ну, вот, как бы, там, вас же даже не посадили на 8 лет, вот, как бы, то есть, так сказать, что вы переживаете, ну, вот, как бы, вообще, вообще, не мыслимо, ну, вот. Нам бы ваши помыслы. Вы же, да, конечно, вы тут живете как бы расслабленные, как не знаю что там. Грубо говоря, пользуетесь сверхкомфортом. Вся конкуренция, собственно, в настоящий момент развернута в поиск комфорта. Ну вот как бы, то есть и в целом в бизнесе, ну вот как бы, даже живете в сверхкомфорте, в несопостоимом комфорте, в котором английские принцы не жили в таком комфорте, но вот грубо говоря, сто лет назад и даже помыслить такого не могли, несмотря на то, что у них был человек на завязывание шнурков отдельный. И специально отдельный человек, которого можно было убить. Просто так, потому что когда-то хочется кого-то убить. Но все равно, как бы, обычный средний статистический человек среднего класса сейчас живет комфортнее. То есть во много раз. Вот на этом мега уровне комфорта и расслабленности запредельнее. То есть вот есть, да, негативный момент. Эта бумажка связана как бы с финансами, собственно, финмониторинг, финконтроль. И он неизбежен, потому что как бы иначе комфорт закончится так же, что он заканчивался всегда до этого. Он закончится действительно войной. Огромная проблема в том, что, как писали еще, 30-40 лет назад, когда я был маленький, вы были маленькими, мы с вами читали одни и те же книжки, одну и ту же научную фантастику. Много очень писали о том, что, ребят, следующая война, может быть, последняя. Вот в чем, так сказать, весь страх у них. Вот что заставляет их крестись между собой и повторять. Но есть еще один момент, который вы должны понимать, вопрос о выслуживании и так далее, который, по крайней мере, я обнаружил признаки, которого я об этом немножко писал. в банковской индустрии, именно в законотворчестве. Это сугубо российский момент, сугубо российско-политический момент, как бы он, я очень пафосно об этом пишу в телеграм-каналах, в телеграм-каналах это называется «Россия вступает в эпоху транзита власти». Ну, то есть, в переводе на русский, как бы, наш, грубо говоря, establishment, он чуть постарел. Ну, как бы, там реально... Ну, так, чуть, это такое у тебя, ты так... Ну, технологии, собственно, они все-таки тоже, как бы, развиваются, но, грубо говоря, как бы, все уже совсем там предел, но там понятно, что там через 60 лет, как бы, будет сильно очень обновление, но вот как бы. И те чиновники, которых назначают сейчас, у них возникает очень интересная история, она очень сильно отличается от истории, как бы, на два года назад или на три года назад, а у них... Они попадают в тот момент, что они попадают в кабинеты в момент трансферта власти. Поэтому они понимают, что для них надо сейчас, ну, если они, конечно, умные люди, работать на будущее, на далекое будущее, а не, дай бог, не на сейчас. Потому что система сейчас настолько напряжена, как бы, настолько ищет, как бы, все, что можно, в чем можно докопаться, что ты только подумаешь о том, чтобы что-то где-то украсть, тебя уже окружат, как бы, со всех сторон, как бы, и уже заранее подготовят, чтобы гордо на тебе же звездочку заработать. Грубо говоря, сейчас все выслуживаются, если тут упростить мысленного. Ну, теперь я понял, что ты имел в виду, когда говорил выслуживаются. Ну, конечно, то есть они сейчас здесь живут категориями. Раньше они жили два-три года назад, они бы жили категориями, и это было бы нормально для них, это было бы нормально для любой другой страны. Опять же, то есть просто публично было, это никто не говорит, но реальность жизни, это было бы дело так. Я сейчас под себя и под своих друзей выстрою вот такую вот схему, потому что мы зайдем сюда, заберем вот здесь то-то-то-десято, мэр у нас знакомый свой нам даст бесплатное электричество, вот мы в шоколаде. Вот так вот думали люди два-три года назад. Так вот, когда я интернет спешу, старый профит, вот он там, один, два, три, четыре, профит, вот он профит. Сейчас они так не думают, но сейчас как бы у них нет такой вещи в голове, потому что они понимают, что такой ход мысли приведет это однозначно совершенно как бы в проблемы. Это я так мягко выразился. Поэтому они думают совершенно по-другому. Они думают, так, пять лет вперед, шесть лет вперед, живу на зарплату, сколько я получаю реально, стопу, мне живу. Как Навальный? Он ходит в маечке H&M, я буду ходить в маечке H&M. Я натурально знаю одного топого чиновника, натурально знаю одного топого чиновника, которого дома стоит лифт на четыре этажа. Он не может, бедный как бы в моем возрасте, ходить на вот как бы самое. Он реально катается на Форде Фокус. Он ко мне на работу приехал на Форде Фокус. Я сидел, смотрел на человека, живущего в особняке на полторы там тысячи или сколько метров с лифтом на Форде Фокус. Потому что сейчас каждый как бы он говорит, я буду жить на зарплату. Я честный, я буду покупать маечку в H&M. H&M развивается торговля за счет этого бешеным темпом. То есть бренды большие, серьезные. Как бы лакшили, они уходят вниз. Мне очень тяжело продажи строить. Вот шведские бренды, вот именно им брендированные хорошие одежды, как бы очень сильно растет вверх. Ну, одежда и все дела. Да, все стараются жить на зарплату на пять лет вперед. Потому что они понимают, нам надо эту историю пережить. Но вот как бы власть поменяется. Ни во что не вляпаться на пять лет вперед. А желательно где-то и отметиться о том, что мы, в общем-то, не дураки, а мы умные. Вот так бы и соответственно отметившись. Ну вот так, чтобы нас взяли на карандашик. Мы вот, собственно, окажем, будем тем плечом поддержки для тех новых людей, которые зайдут во власть, собственно, на самый верх. И они нас продвинут вверх. А потом, разумеется, мы украдем по 178 гектаров как бы на рублевке, ну вот как бы по 3-4 по заводу. Там отожмем все, что можно. И все, кого нам, наших врагов, посадим. Но это будет потом. А сейчас нам надо пожить на зарплату. На ближайшие пять-шесть лет вперед. Оттуда появляются вот такие слегонца безумные как бы и несогласованные как бы движения. Часть движения... У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. У меня два. Смотри, если мы говорим... Ну, мы уже зашли в такую... Мне очень интересна эта история. Мы чуть-чуть отодвинулись от крипты. Но это на самом деле про крипту. Во-первых, то, что ты говоришь, я одним словом скажу. Получается, ты говоришь про то, что сейчас есть поколение технократов уже. Да, если раньше это было переход, скажем так, папа, друг, друг папы и так далее, то сейчас уже можно по своим знаниям и умениям реально зацепиться и через пять лет вылезти. Не знаю ли он будет воровать через пять лет. Я не знаю. Кроме одного. Понятно, что охранники, которые охранники сейчас, губернаторы, там, ну, не ждешь то будущее. Еще один важный момент нашей, да и, собственно, в любой мировой действительности. Людям свойственно зависть. Представляете, если тысяча стоят дебилов, а один вдруг слишком умный. Это с Макроном случилось. Вот, вы понимаете, это, так сказать, слишком умным, но вот тоже не надо быть, ну, вот, как бы, люди этого не любят, не оценят, им это не нравится, но вот, как бы, и подставят, и тоже упакуют. Потому что, как бы, да, вот, поэтому технократы, ну, вот, как бы, технократы, которые хотят, чтобы их заметили, но в рамках разумного. Середнячок, середнячок. В рамках разумного, потому что будешь спешить, ну, вот, как бы, заметят, но заметят не туда. Я понял. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, есть ли такая история? Что будет с этими детьми вот этого человека с четырехэтажным домом и лифтом? Что с его детьми будет? Он не пойдет туда, он пойдет в бизнес, или он уйдет в госструктуру и будет принимать те самые решения, которые потом повлияют через пять лет? Для меня совершенно очевидно о том, что, как бы, да, бизнес, конечно, для меня совершенно очевидно, что в глобальном смысле слова, в глобальном, подчеркиваю смысле слова, глобальном, мы не идем к какому-то там коллапсу, ну, вот, там, развалу, ну, вот, кризису тотальному, прочему, 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 разве что кратковременному, ну, вот, как бы, может быть. Ну, вот, поэтому я думаю, что в бизнес пойдут, конечно то есть мне кажется что наоборот россия на общем-то медленно наверно к находясь под очень большим давлением в этом отношении огромным давлением на вот но с точки общей человеческой экономической точки зрения она в общем-то двигаться туда куда она должна двигаться но как бы да тяжело безумно тяжело но он как бы безумно как бы смешной местами но по идиотски но вот как бы то есть но давно по идиотски да по-другому ты не назовешь полковников моделей фсб валиваются домой вынимают 12 миллиардов рублей кому-то смешно кому-то менее смешно не последний же поэтому понимаете как сказать тут просто момент поэтому он такой как вот так вам объяснить в целом она все равно идет туда куда должно идти потому что она идет не сама по себе вот то что многие забывают то чего люди не могут понять то что сбивает с курса людей то что сбивало с курсу с направлением меня когда был сильно моложе это не совсем корректное представление о том что страна живет под неком вакууме совершенно сама по себе и делает что хочет ни одна страна на современной плане на современной планете земля из развитых стран более-менее стремящихся к развитым не действует сама по себе она является частью общего механизма и если чьи-то действия начинают очень сильно выбиваться как бы из общей линии которая все-таки более-менее всеми согласовано но вот и более меня идет ул на в общем каком-то фарватере но как будто в общем-то за это достаточно остро и более наказывают именно опять же за риск экономических рисков все связано исключительно с экономикой хорошо скажи мне пожалуйста вот вопрос ну тут его прям вот так и задали перезадать тебе как ты думаешь по какому пути пойдут власти рф регулирование крипто рынка репрессии первый вариант второй вариант вариант индии 10 лет тюрьмы если что и 3 цивилизованный вариант как ты думаешь куда пойдут второй вариант какой еще раз вариант индии там 10 лет дают за эти истории за крипту где индия индия выйдите 10 лет за крипту дают то есть вариант репрессии вариант как бы индийский десяточку или цивилизованный вариант регулируем потихоньку как все как это делает медленно тянет за одно место потом за два места но в конечном итоге репрессия готовится ответ репрессии репрессии объясню давай не бывает вещей вызернутых из общего контекста и у тебя в стране каждая учительница берет копеечку так есть ли у тебя в стране стране каждый гаишник берет копеечку президентскую трассу ну ты смешно просто то есть как бы то есть как бы все равно он берет копеечку вот как бы просто мы и должен когда он даже понимаю что он не может ее взять вы знаете я не могу ладно я понял так на ваше усмотрение то есть вот пока эта ситуация это мы говорим про москву правильно но то есть когда это происходит вот так вот ну вот тут и не можешь считать что что-то отдельно выделенная будет работать принципиально по-другому и будет работать вдруг превратится вот так раз и швеция но как бы то есть вот тут швеция во всем остальном россии что воин этих нет вот у меня эти скажу как у меня написано вот прям вот как я должен был тебе это война вот структуры против банка война цб против банков война корпораты против государства война минфин против цб ты говоришь что этой войны на самом-то деле нет правильно но это все выслуживаются конечно еще раз возвращаясь к первым вопрос то что я хотел на него ответить почему репрессии чтобы не создалось неправильно неправильно понимание ответа потому что репрессии это самое мягкое из возможного то есть цивилизованный способ почему спасибо просто невозможно не может быть цивилизованный способ там не все остальное не дошло еще в уровне развития до цивилизованного способа вот оно все время в общем ключе если выбирать между всем по 10 лет как бы и репрессии то есть выборочно кто попал тот попал но как бы чё хотим то несём какой-то некий такой wild west такой ну вот как будто вы потому что хотя чтобы тем развивалась то выберу конечно первый вариант потому что как бы он менее как бы так сказать боль еще раз менее больный да во много раз менее более датка то есть позволяет как-то с этим играться как-то развиваться и в общем это следующий шаг цивилизованному ну как будто сначала репрессии потом цивилизованно десятка сразу запрещено как бы нет такого кач не будет но смотри с другой стороны сосед беларуси где скажу так ситуация такая себя там очень цивилизованно все порешали беларусь очень просто все цивилизованно порешать беларуси ты либо делаешь то что тебе говорят вот либо ты делаешь то что тебе говорят а здесь беларусов немного давайте скажем честно но ты бы то это очень просто беларуси это вот понимаете вот но как бы батька три сотрудника кгб но вот как бы сын не забудь сын сын и неважно то есть там вот 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 она вот примерно вот то есть вот латвия там примерно великие государства то есть вы считаете что из-за величины и за бывшие одно это не я так считаю экономисты как бы и общий принцип управления как бы того оно происходит но вот малые страны малые страны управляются в миллиарды раз проще но вот как бы миллиард раз цивилизованнее чем крупные страны потому что это просто проще банально вы знаете что европа границы европы но они нарезаны по принципу скаковой доступности границы европы вот как просто посчитали разобрались но на самом деле тоже никакая там конспирология не дай бог это официально понимать границы европы в основном своей массе они нарезаны по принципу скаковой доступности трое что ли суток если не память не изменяет на коне от столицы до границы вот это вот расстояние это то расстояние которое поддается нормальному контролю а дальше уже не можешь как только ты перезабрался дальше начинается и может тоже контролировать объективно как хочешь не можешь вот трое суток у тебя армия столицы как бы до любой точки как бы скачет чтобы всем на месте как бы лилей дать я извиняюсь за мой французский но вот как бы вот собственно так образовалась граница принципом трое суток понимаете ну а сша развивался изначально по-другому со штатами там сразу началась историка по железную дорогу а у нас будут собственно тоже есть московье ну вот и дальше там вот он далеко ушел очень далеко больше чем весь мир то есть вот как объяснить тут вот как бы тоже самое то есть маленькие страны сравнивать поэтому как там беларусь что он там щелкнул пальцем но все не стало прекрасно у них не сложно сказали сделали и мысли нет никого не сделать даже представить себе что ты думаешь по поводу не такой маленькой украины тогда ну украина понимаете эта страна как бы то есть заулыбался ты вы видел я же вижу ну потому что украина понимаешь украина этот как бы такой в общем как страна которая находится на пересечении международной политики вокруг россии с одной стороны вроде как это вот это вот свободолюбие на вот эту вот сторону как бы европы а с другой стороны как бы это все еще как бы вот это что-то среднее между всем на всем этим вот как бы то есть она еще больше волос чем у нас тут ну как бы мне кажется так в таком же состоянии будет сохраняться в течение какого-то времени хотя вот здесь я затрудняюсь сказать потому что я не знаю просто когда там болтал с кем-то на кухне там чай пил слышал дикие совершенно вещи наплодит того что украину вообще так сказать как бы там не знаю отправят обратно в россии ну как бы то есть много имеется в российскую зону влияния потому что существует раздражитель международная политика чудовищная донбасса то есть он является раздражительным реально является причиной почему в данный момент между россией все миром и сплошные отношения и я должен сказать что и крым давайте будем все вместе является той самой той самой с той самой точкой началось крым нет потому что понимаете с крым немножко другая история крым это не нерешенный вопрос крым это кусок страны которые признали территории россии сказали он русский сама россия как бы он вошел в состав россии это не какая-то пограничная спорная республика или территория она для россии не спорно россии достаточного размера страна чтобы если она считала что территория не спорная значит она не спорная но вы от того что все остальные считают по-другому это уже не является проблемой потому что ты уже сказали все это россия end of story с этим как бы никто как бы как в каком-то варианте не будет спорить это вот ну даже курейская история более как бы скажем так не очевидно и грубо говоря когда даже видно было как у нас политиков зашатало по этому поводу а не отдать или курилы вот как бы то есть ну вот с крымом как бы здесь мне кажется все четверто я опять же скажу что эта позиция позиция спикер во первых во вторых во вторых по поводу если смотреть с точки зрения как ты говоришь со стороны россии я понимаю почему ты так высказывает свое мнение то есть что это может стать какой-то какой-то то есть твое мнение что решение как раз донбасской истории донбасс донецк и луганск она может может немножко изменить вот эту вот вайлдвест точки зрения потрите смотри-то у нас же очень в какой-то степени очень откровенно то есть украинская история донбасс вернее история она появилась момент того когда в главном мировом полицейске был один дом у власти это дома власть изменился соответственно требует изменения как бы по всем тем вещам которые развиваются вот у россии как бы скажем так невыносимые отношения как бы западом невыносимые отношения сша их первой причиной является как бы собственно основным разрешенным не крым это именно донбасска вот эта вот линия непрекращающийся военный конфликт там крым он больше появляется скорее может быть предлогом для сми но не первопричиной и проблему можно решать с двух сторон а не только с одной то есть сейчас мы находимся в ситуации когда вы понимаете самое лучшее требование это то требование которое ты не можешь выполнить вот тебе поставили требование решай ну как бы как хочешь так и решай а ты не можешь потому что ну ничего ты не можешь с этим поделать в объективе ничего не можешь у тебя там воюют половина твоих родственников которых уже родственник успеют и сделать уже ничего не сможешь может быть сможет украина там как раз власть поменялась но как только вот на донбасс к истории прекратить свое существование тогда наверно какая-то разгрузка очень серьезно в отношении потому что все-таки отношения напряглись до такой степени а не по вине россии не по вине российской политики а потому что россия старательно так сказать по поплав фарватере как бы той политики которая существовала как во времена бабам обама неожиданно перестал быть и и понимаете и вот что произошло дальше и не все перестроились будем говорить так я бы сказал практически никто не перестроился но это вызвало как бы это вызвало общем ту реакцию который как бы последовал ну как бы то есть угрозы давление я понимаю хорошо давай по поводу крипты есть господин оксаков я думал услышал про такую фамилию даже общался нет еще нет людей обусмен маруничев и так далее там есть группа людей которые как где выступает на тему ты вижу твою саркастическую улыбку прокомментирую что ты думаешь медведев попросил до 1 ноября сделать законтальтную банку ты думаешь внешнем итоге это приведет к тому что что мало кто будет соблюдать ну вот собственно вся история ты совершенно несовместимы весовой категории там мариевич на вот как бы и условно говоря я лично не знаю но при всем к нему уважение там и глава комитета оксаков несовместимые вещи не просто есть много людей понимаешь вот это ты говорил это касается выслуживаю выслуги вот это есть много людей которые говорят не понимаем правильный можно выслуживаться а можно шоуменствовать это тоже несколько есть у нас еще просто категория людей которые просто занимаются хайпом больше не чем они выслуживаются просто ну как сказать как скоморохи много собственно где есть это не обязательно интернет обоцмет но таковых нас хватает ну вот как бы то есть и я не про них это говорил когда что выслуживаться у нас серьезные услуживаться данный момент уровне там действительно вот оксаков выражается они стараются так сказать как бы там действительно разрабатывать законопроекты какие-то новые они мысли грех говорил о том что давайте запускать потом говорят давайте не запускать вот эти все люди опять же то же самое втб там же много разных позиции причем втб что-то пили даже параллельно свое что-то пили восток давайте так втб пить втб то есть вот это у них получается хорошо как бы я понимаю что друг другу поняты вот втб пилит это правильное выражение вот он пилил пилит и будет пилить втб же скриптой как бы втб как бы ну не знаю как бы не в этой жизни но ты бы то есть но мое личное мнение но на самом деле с точки зрения госбанков но вот очень сильные позиции были очень мощные как бы движение были настоящего то госпромбанка если брать государственной банки из всех пяти государственных банков дальше всех зашел просто по покрову мрака тьмы тайн там всего что угодно дальше всех очень серьезно продвинулся очень успешно продвинулся к сожалению не имею права объяснить как собственно госпромбанк но кабанец это но полезно сделали но он крутых штук очень много говорил на эту тему потом люди шутили что это была самая успешная все как бы на одного участника это внешне шканом банк который просто объявил да 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 приняли полтора лоров от китайцев и сказали все спасибо спиры пиар-машина сбера просто две разные планеты есть пиар-машина сбера который работает сама на каком-то искусственном интеллекте которые надо дают сбор и то есть там отправляет например герман оскорщем костюме инвалидов я на всю жизнь запомнил в выделение но вот как бы все и просто ты вот нет то есть это нельзя игнорировать просто вот реально что-то я забойнула прямо по-взрослому это матрица что еще раз так видит пиарщик ну то есть так видит пиарщик которую загрузили другие пиарщики то есть но это бессмысленно обсуждать но суть в том что как бы то есть сбера пиар-машина сбера и сам сбера это все-таки две большие разницы а в это бы эту структуру собственность уже бы действительно крипту и там шутки про то что они пивят хотя это не совсем шутки в сторону то втб изначально были хуже всех настроены по отношению к криптовалютам но как бы об этом заявляли в интервью что они вообще считают что все это как бы чуть не скан как бы и так далее и тому подобное а Россельхозбанк как бы никто почему-то ни разу не спрашивал про криптовалюты я не понимаю почему потому что есть же Калионова есть же Калионова как бы ежевелом обычно не участвует в чем обычно не участвует в моих представлениях как бы о мироздании есть Калионова вот этот фермер Калионова вот есть Россельхозбанк вот они вместе это просто то что доктор прописал вот это вот это вот то сочетание которое дает то самое искомое что на свете есть а именно бюджет вот оно прямо соединяется как видишь как видишь как видишь так-то общего но вот ну вот примерно так они есть если берешь не есть во-первых ЦБ и Минфин там есть понимание по твоему или нет отдельно у каждого? ЦБ это отдельное государство точно так же как и Минфин Минфин может быть в меньшей степени в ЦБ 6 там 7 условно 8 разных направлений которые каждый является мини-царством по отношению к друг другу они безусловно все действуют как бы под единым брендом и и все вместе но вот как бы но между ними очень часто чувствуется ну совершенно разные повестки дня но вот поэтому я говорил что у меня есть подозрение что каждое вот это государство которое назвал оно подносится к каким-то кругам влияния не обязательно другом влияния потому что понимаете такая это именно скорее вот тому что я назвал выслуживаться но в хорошем смысле слова не только плохом то есть что я имею ввиду возьмем финсерт в свое время я по отношению к финсерту был очень негативно настроен потом какой-то момент я понял что я сделал ошибку что на самом деле относиться надо к нему очень позитивно потому что в действительности это тот объем знаний которых не хватает страшно ЦБ вот вот на самом деле как бы не хватает как бы вот есть такая ситуация в жизни бывает когда ты как сказать с точки зрения регулирования оказался просто вне современного дня но реально там собственно все что можно происходит как бы онлайн но требует специфических знаний онлайн как бояйте а ты крутишь так сказать правило там и не знаю условно там инкассу на бумаге нового как бы вот тогда я понял что кинсерта очень важная вещь но вот как бы несмотря на некие некие вещи которые там присутствуют сначала у меня была реакция просто я помню я тоже у меня есть умение но там это кстати я считаю правильно но вот я помню первая реакция была просто дико цб ловит вирусу думаю совсем что с ума посходили но как бы уже смешно реалика то есть но вы всей страной что эти вирусы ловить собрались но кто следующий будет ловить минздрав но компьютерные вирусы я полагаю но я был неправ но вот я был неправ потому что эти знания не хватает могу привести пример из реальной жизни живой жизни закон национальной платежной системе потому что собственно именно к нему пришлось обращаться по этому поводу там сентябрьским там слушаниях но вот наверное я смогу добиться того чтобы дело рассматривалось и закон с вами платежной системе закон национальной платежной системе он объясняет как работает карточный мир вообще работа прием платежей государственного регулирования когда сотрудник роскомнадзора подает платежную страничку на которой банковская карта вот он вот на этом моменте вопросы связаны законно персональных данных пример бросает он по закону по регламенту обязан бросить потому что это уже не его как бы территория территория цб цб должно преследовать за всю и вся как и любой другой регулятор но за что именно конкретно он должен смотреть прописывается в отдельных регламентах законах и так далее вот возник уникальный удивительно уникально сложная непонятная история во всем мире в европе в сша где хочешь сейчас в инди кучу этих платежных компаний купили люди поняли что часть платежных данных является персональными данными и требуют для того чтобы продажи как бы соответственно от крупнейших интернет магазинов к примеру американских по франции к примеру происходили через французскую платежку потому что французы тоже хотят хранить как бы свою как бы первую копию словно говоря как бы пользу персональных данных в россии этого не происходит причем не происходит по господу как бы неизвестной причине сначала как показалось когда начали выяснять этот вопрос впервые года два с половиной назад я услышал очень туманное объяснение которое на русский перевести был нельзя звучало примерно так это не наша вочина от роскомнадзора это вочина цб цб ответил это не наша вочина это роскомнадзор это знаменитая история салтыков щедрин писала не с 1870 года а вот теперь смотрите как-то мы сели с юристом с уже опытным умным юристом и сели разобрали реально по полочкам закон о национальной платежной системе закон о национальной платежной системе насколько я знаю написал депутат резников насколько я знаю как бы после этого как бы весь панковский мир россии про себя много раз сказал все что думает господин резникин потому что мы правда написан тяжелым языком невероятно тяжело считается но невероятно сложно применимый но вот как бы ну то есть мы все понимаем надо было были ну совсем уж как бы треш между нами говорят но вот но все-таки он есть правило есть вот по себе с юристом изучили очень внимательно закон национальной платежной системе читали пытались понять как так возникает вокруг чего возникает ситуация что именно у нас в стране почему не обязывают западный интернет магазин американский интернет магазины пена используют российские платежки как говорится не за себя одних страдали а сразу за все платежки российские вместе взят рынок огромный потому что треть транзакции кроссбордовая треть платежей россиян уходят в рубеж во всякие айтюнзы и так далее и тому подобное огромная комиссия огромная экономическая выгода страны там я уж не говорю про себя любимого но я за бабушек вы знаете дело вовсе не в том что мне там вертолет уже самолет но в это совершенно не так но я переживаю за бабушек ничего личного просто бизнес ну 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 а и вот я вижу открываю закон нахожу собственно читая внимательно вместе с юристом мы видим законе что в законе прописано очень косвенным путем буквально полустройство что-то вроде того что что где-то должно чему-то соответствовать по перстам но при этом совершенно отдельно конкретно прописано что вместе с тем там там когда там собственно вы там соблюдает закон о банковской тайне оператор должен вот читаем и понимаю что произошло какой-то момент сразу не поняли что в законе о национальной платежной системе по сути вот выражаясь по-русски просто забыли буквально смысле слова забыли андрюса там по-русски другое слово если по-русски на букву п начинаем забыли на букву п указали не указали соблюди требования к торговцам с особенно к международным соблюдение за российского закона персональных данных на уровне правил визы мастер-карда это видно сразу же что я имею ввиду когда ты открываешь талмут визы мастер-карда ленинская библиотека он имеет свои под график по разным регионам и вот там еще восемь лет назад там конди регион канада отдельная сноска имейте ввиду что если вы там работаете в регионе канада соблюдаете место закона перст данном там регион америка соблюдать 178 подпункт положения там 2088 бог знает чего только мы по персональной до recipro кohlаком и в россии и россии из персональных данных чего потому что от них этого не требуется и ник по закону требуется чтобы не соблюдали закон специальной системе закон справиться системе не требует таких сомвлений закона персональных до о регулятор персональных данных который на самом деле требует этого закона всеми, он не имеет права, согласно всем регламентам, всему остальному, регулировать платежную отрасль. Понимаете? Грубо говоря, мышки получились. Почему так получилось? Потому что люди, кто писали закон, потому что люди, кто меняли закон, все создавали, ну, откровенно, скажем, имели слабую, айтишную составляющую. И вот когда я это увидел, я сказал, черт, дерьми, так, блин, там действительно, как бы, хорошо, что там есть финсер, потому что финсер, это все выход из информационщиков, грубо говоря. Да, согласен, там, ловить вирусы, это, я всю жизнь был против, как бы, этих вот бесконечных пиар-компаний, там, как у Касперского одно время было, каждые три недели, там, они, там, не знаю, ловили новое безумно красивое слово, ну, вот, там, красную угрозу, черную угрозу, ну, там, яркая молния, ну, вот, там, может быть, я не знаю, то есть, такое ощущение, что там у маркетолога где-то список комиксов есть, ну, вот, под рукой, ну, как бы, ну, ну, меня это всегда раздражало, ну, как бы, но раздражало еще, знаете, вот это безумно, раздражало неприятный, навязчивый, отвратительный русский коверпывание слов. Зловред. Какой нафиг, извиняюсь за русский, зловред? Ну, как бы, ну, вредонос. Ты читаешь, думаешь, Господи, ты что? Чтобы запомнилось. Так, так, запомнится. Ты же всех в Советском Союзе-то, как бы, не оставил, ну, вот, как бы, с зловредами, вредоносами. Это же читать неприятно. Ну, как бы, то есть, вот, ну, реально, ты читаешь, смотришь, думаешь, Господи, ну, как вот неприятно-то вы. Вот, ну, делаете, вроде правильные вещи, вроде правильные вещи говорите. Даже фильмы, вроде, смотрите те же самые, что и мы, там, фанаты Диана Джонса. Ну, почему вот это вот, вот, как сказать, такая степень? Ну, не поймите неправильно, как бы, это мое оценочное мнение, но почему такая быдловость? Такая вот, как бы, по-другому, не знаю, просто вот быдловость. Мы знаем, откуда корни растут. Да, понятно, ну, вот, там же тоже разные люди работают. Я не дай бог не хочу, как бы, показать пальцы. Почему? В Федеральной службе безопасности полно прекрасных, интеллигентированных, умнейших людей, но, вот, как бы, там хватает и ковбоев тоже, но, вот, как бы... Ты мне скажи, пожалуйста, вот, к тому примеру, что ты говорил. Ты не боишься, что с криптой произойдет та же самая история, что забудут, пропустят, упустят, и что такая же история сейчас с секом в Штатах. Восьмидесятилетний человек с секом, это с комиссией, с комиссией, которая не пропускает Либру в том числе, там сидит восьмидесятилетний сенатор, который решает за будущее, скажем так, поколений, так, на пять вперед. Какая Либра? Трамп идет на переизбрание. А пока Трамп идет на переизбрание, это вот, как сказать, это Лукашенко и криптобиржа. То есть, у Трампа идет переизбрание. Какая, к черту, у бабушки Либра? Забудьте про Либру, пока Трампа не переизбрали. Это же очевидно. Я имею в виду... Не, ты понял о чем. Я говорю про то, что здесь, в ситуации сейчас, которая происходит с законодательством по крипте, по майнингу, что насколько люди, которые будут писать эти законы, они с той сферы, и они понимают, про что это. Но... Ты как думаешь? Ты как думаешь? Мы возвращаемся... Ты всех знаешь, но многих знаешь. Мы всегда возвращаемся к одной и той же старой истории, старому выражению, не помню, как оно точно звучит, что строгость России законов компенсируется необязательностью их исполнения. То есть, я, естественно, не агитирую, не дай бог, там, за неисполнение законов и так далее и тому подобное, но, естественно, забуду все, что можно по пути. Они пытались запретить печат, вместо этого запретили Аликс. Кто-то где-то перепутал, но случайно чуть Аликс не запретил. Там у Тарико восьмой пост сошел, наверное, прямо сразу на месте. Ну, вот, то есть, ну, просто проснулся, ну, вот, и понял, что просто из-за того, что кто-то где-то что-то черканул, ну, вот, можно... Он пять лет борется за банк, который практически вот завтра и утонет. Дураку понятно, что там чуть-чуть, и он утонет. Вот, вот, это последнее, чего ему не хватало, ну, понимаете? То есть, естественно, как бы, то есть, ну, как сказать, естественно, кто-нибудь день что-нибудь так напишет. Это судьба, как бы, то есть, это судьба, как бы, законодательная, как бы, особенно сейчас. Но есть кадры, а есть кадры, которые напишут то. Что еще раз? Ты знаком с кадрами, которые напишут то, которые понимают, которые финтех. Вся история с Востоком, ребята там зашли с одной стороны, зашли с другой, сейчас они с Ростехом, делаем блокчейн, ушли из криптовалюты. Есть кадры или нету? Как ты думаешь, сегодня? Конечно же есть. Понимаете, в чем дело? Есть, есть. Вопросы по-другому ставятся. Есть ли умные люди в русском IT, условно говоря, которые могут... Это мы точно знаем есть. Нет, но это же взаимосвязанные вещи. Насколько их много, насколько им тяжело и так далее и так подобное. Ответ, конечно же, есть. Значит, когда идут сказки про то, что их здесь очень много, это полная туфта. Это не так. Их действительно отсюда свалило огромное количество, особенно начиная с крымского кризиса. Но потихонечку начинается процесс возвращения обратно, потому что у айтишников... Мы вот сейчас будем проводить, может быть, исследования вместе с Хаброй в попытке доказать один интересный тезис. У айтишников чрезмерное... Как сказать? Они чрезмерно сильно воспринимают, как бы, они достаточно критично чужой пиар. Другими словами, как бы, они вот вот, грубо говоря, спасите меня, где лучше, в Калифорнии или в России? Ответ в Калифорнии. Вот на самом деле, то есть, в Калифорнии действительно лучше. Но до какой степени лучше? До той степени, как это вы видите в сериале «Силиконная долина», конечно, нет. То есть, как бы, сказок не бывает. Чуть-чуть, в чем-то, где-то, да, лучше. Но точно так же, как бы, нужно иметь на местности связи. Ну вот, как бы, то есть, точно так же нужно, как бы, выделяться для остальных, быть умнее, сильнее и так далее, и тому подобное по списку, и безумно сложный бюрократический проект. Мы сейчас просто офис потихонечку начинаем открывать Паула Альтона, вот, как бы, смотрим всю эту историю, как бы, и тут все очень сложно. Я помню, у нас один был фанат Калифорнии, вот, как бы, он сел на самолет, улетел туда, ну, там, даже гендиректор, но вот он думал, что он придет, как бы, в Сан-Франциско, и с утра, как бы, у него появятся там миллиард инвестиций в компанию «Куда пойду». Да его не пустили никуда. Он приходил, но он не пустил. Ну, у нас есть история среди криптонов, которые приходят со стартапами, которых вроде бы, они даже… Да ты смеешься, что ли, ну, вот, как бы, то есть, это все равно, что я не знаю, так сказать, я раскачаю себе большой бицепс, ну, вот, как бы, и поеду с большим бицепсом, ну, вот, не знаю, там, в Лос-Анджелес, в Голливуд, и скажу, я хочу сниматься, как бы, у меня бицепс большой, ну, скажут, парень, вся планета здесь с большим бизнесом, она здесь сидит. Ну, вот, та же самая история с Калифорнией, ну, как бы, то есть, как бы, говорится, там переизбыток огромный, перериквидность мозга. И вот перериквидность мозга, которая происходит в Калифорнии, она сейчас начинает позитивно сказываться, на мой взгляд, на нас и многих других развивающихся странах, потому что переизбыток ликвидности мозга у них, вот это следствие, как бы, это супермощная врубленная пиар-машина, оно привело к той же проблеме, с которой мы начали с вами наш сегодняшний разговор – к ослаблению конкуренции. К ослаблению конкуренции. То есть, у них у самих огромная проблема. Стив Джобс умер, и он, который реально вылетает из рук. Apple закончился, на четвертом. Пока – да. И никто не может с этим ничего сделать. Потому что работают некие базисные правила в мире совершенно одинаково. Туда прибегают ФБР с автоматчиками, они говорят, ну, вы можете прибегать, но это бесполезно, вы всех, как бы, весь Apple в тюрьму не посадите, это не поможет, мы не станем от этого умнее. А если прибежит еще раз, выяснится, что половина из нас здесь сидит не просто так, а потому что у каждого есть дядя, у каждого есть брат. Это не последний человек в этой стране, и вы сами окажетесь быстрее за решеткой. То есть, как сказать, есть лимиты, понимаете, в этих моментах. И единственное, что способно это сдвинуть, это конкуренция. А они сами себя и в какой-то степени решили, потому что они всех вытащили к себе. Люди простаивают, людям нечего сделать. А они возвращаться будут? Ну, они, собственно, и возвращаются. Пока возвращаются откровенно, скажем так, слабенькие, как бы, ребята. А их допустят для того, чтобы они писали эти законы? С ними будут советоваться? С ними будут разговаривать? Ну, почему нет-то, господи, ну, как бы, то есть, ну... Не, ну, может быть, будут опять же шоуменов просто наберут, как ты говоришь. Почему шоумен у нас всегда были, есть и будут, ну, вот, ну, вот, ну, не знаю, что люди против хороших идей. Все всегда за любую хорошую идею. Ну, вот, мне всегда казалось так, идеи объединяют, ну, вот, как бы, они, а не что-либо еще. Вы встаньте на место того, кто обладает реальной властью, там, вот, допустим, я не обладаю, но вот, встаньте на место того, кто обладает реальной властью. У него нет проблем в том, что ему нужно обеспечить чем-то или, там, загрузить 5 780 своих родственников. У него проблема в том, что ему идеи нужны. Ну, вот, как бы, это то, что ему нужно. Он устал слушать бред, он устал слушать, как бы, чушь в бесконечном потоке, ну, вот, как бы, ему нужна мысль, ему нужно развиваться дальше, потому что сегодня будет развитие, как мы с вами начали, будет война. Ну, вот, то есть, конечно, умных будут искать, почему нет? Но я вам и приведу один пример. Мы сейчас погуговывали два объявления одновременно. Одно из этих объявлений было объявление о поиске финдиректора. Второе объявление рядом было о поиске системного администратора ДиОпса. И то, и другое прорекламировали за максимум рекламы на HeadHunter. Причем, то, которое ДиОпсовское, еще и прорекламировали на Майкру. За большинство. Количество соискателей на финдиректоров. Три тысячи человек. Их процентов 20 плюс-минус подходят. То есть, мы говорим о выборке в сотню людей. Если нас, меня не будет устраивать финансовый блок, мне поменять его, это примерно две с половиной секунды. Знаете, сколько системных администраторов пришло за это время? Знаю. Шесть. Нет. Пятьдесят аппликантов подходит. Ноль. Десять процентов. Еще и случайная ошибка. Электромонтер Вася из региона Усть-Урюпинск отправил электромонтер. Странно. Обычно шесть, но тебе подойдет максимум половина от этого шесть. То есть, вы понимаете, это не то, что я там, так сказать, не выделываюсь. Это вот настолько... Нет, вы понимаете, мы сейчас тоже с этим сталкиваемся. Точно так же, как это сейчас бить для большинства. Я так понимаю, что только масштабное расширение, горизонтальное, дает возможность ответить на все эти запросы, на все эти... Просто нужно понимать эту публику. Нужно... Не то, что вы понимаете, это немножко... Ну, так сказать, другой психотип требует чуть-чуть другого просто отношения. Вот, собственно, и вся история. Ну, вот, как бы, то есть... Давайте дальше продолжим, потому что время, я думаю, у нас уже... Я думаю, что мы походим к концу, да. Смотри, последняя из новостей, это то, что... Там две новости было. Одна новость была про то, что в Южной Америке, в Южной Америке, там часть банков, и банковских услуг переходит на... В том числе пользование битком. Это первая новость? Я так понимаю, что Россию это не скоро ждет, правильно? Да нет, конечно. В Южной Америке я вообще не понимаю, что они делают. Понятно. И вторая новость. Не новость, а старость. Причем я это знаю, причем, чтобы вы понимали, я это знаю, как бы, не понаслышке, настолько, что партнер полгода провел в Бразилии, полгода мучений. Ну, вот, поэтому российские кабинеты отдыхают. Просто отдыхают по сравнению с этим. Он реально устал. Он просто озверел за полгода в бразильских кабинетах. Мы обязательно нам откроем офис. Ну, вот, мы просто планировали открываться, но полгода, как, по-моему, человек изучал. Мы обязательно откроем там офис, мы обязательно будем работать, но мы будем очень жестко подходить к общению с госвластью и всем, что связано с новыми технологиями, как бы, с криптой там. потому что трепа часы и часы и часы тоннажи, тоннажи, трепа. Сделать что-то невероятно тяжело. Хайп, крипта, хотим крипту, что хотим, зачем хотим, бог вас знает. Хорошо, вторая история, это ты, наверное, знаешь, что вы повисли. Павел, в общем, я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Был очень интересный разговор. Я думаю, что мы многое сегодня обговорили, про многое поговорили, так скажем, и многое обсудили. Спасибо, что нашел время. Вам удачи в начинаниях и в продолжениях, особенно в той самой Южной Америке.